Привет, друг! Меня зовут Саня Шульц. На этом канале я буду вести для тебя очень интересные и классные выпуски. И как раз мне выпала возможность снять для тебя интересный ролик, о котором я сейчас расскажу. Обязательно пиши в комментариях, что хотел бы увидеть в дальнейшем. А сегодня я хочу поговорить про каскадер. Каскадер – это отечественная программа для анимации, основной фишкой которой является искусственный интеллект. Он невероятно сильно упростит твою жизнь как аниматора. Додумать движение между ключами легко, выставить максимально естественную позу вообще без проблем. Но все как обычно, не без своих нюансов. Как минимум все горячие клавиши работают только на английской раскладке. Всем, кто работал в Майя, привет! Давай поговорим об этом подробнее. Последнюю неделю я копался в этой программе и теперь готов поделиться информацией с тобой. Итак, начнем по порядку. Анимировать в каскадере очень удобно. Тебе не нужно проставлять ключи в каждом кадре. Два ключа. Два ключа в начале и в конце, и у тебя уже готовое движение. Здорово, не правда ли? Призраки. Боишься призраков? Не стоит. Они здорово помогут тебе в процессе. Призраки показывают положение объекта в прошлом и в следующих кадрах, а также баллистическая траектория, которая визуализирует траекторию твоего объекта и поможет правильно совершать прыжки, падения и тому подобное. Риггинг. Он реализован максимально удобно и просто в понимании. Создать риг не составит никаких проблем, даже если ты абсолютный новичок в этом деле. Единственное, загружать необходимо скелет с уже прискиненной моделью. То есть скелет, к которому прицеплена модель. К сожалению, самому создать скелет внутри каскадера пока нельзя. Эта возможность есть в дорожной карте, но разработчики пока не сообщают, когда она появится. И барабанная дробь инструмент автопозинг. Он заменяет стандартные контролы, это те точки, которые ты двигаешь и вращаешь для анимации, на 6 базовых точек. Взаимодействие с персонажем становится в разы проще. Благодаря тому самому искусственному интеллекту, двигая всего одну точку, мы меняем положение персонажа. Но не все так замечательно, как хотелось бы. Так как точек контроля всего 6, у нас нет возможности контролировать поворот головы, кистей и ступней. Все это делается уже после создания анимации. Также не стоит делать сильно различающиеся позы в соседних ключевых кадрах. Программа может не понять, что ей нужно сделать, и поверь, она сделает ту очень страшную штуку, достойную фильмов ужасов. Лучше поставить посередине еще один ключевой кадр и сделать промежуточную позу. В таком случае результат будет намного лучше. Еще один момент. В процессе иногда персонаж может принять странное положение. Руки пройдут сквозь тела или голова заедет в туловище. Но не бойся. Это исправляется просто легким движением любого из контролов. Дальше просто поставь ключ в том кадре, где ты это сделал, и такой ошибки больше не будет. Скорее всего, ну я надеюсь, это исправят в будущем. Все-таки сейчас идет бета-тест, и в дальнейшем программа будет улучшаться. Но об остальных фишках расскажу по ходу. Поехали. На просторах интернета был найден вот такой интересный референс. Это хороший пример для начала. Крыжки и кувырки достаточно интересно анимировать. А итоговый вариант, несмотря на то, что на него было потрачено не так много времени, выглядит вот так вот. Итак, для начала откроем модель из каталога, стандарт модул. Можешь закинуть ее перетягиванием, а можешь открыть через файл open. Она уже заригана, и тебе не придется париться. И что важно, это одна из нескольких моделей, в которой имеется функция автопозинга. Для примера, вот столько движений нужно проделать, чтобы просто поднять и опустить ногу. А вот так это делается с автопозингом. Намного проще, не так ли? Для корректной работы необходимо отключить направляющие коленей и локтей. Для этого открой point control mode. В левом верхнем углу раскрой список, и выбери тот, в котором нарисован треугольник. Выдели вот эти точки, затем в меню раскрой список limp direction, и убери пункт is active. Дальше загрузим препятствия, через которые будем прыгать. Для начала нужно создать для него отдельную дорожку. В левом нижнем углу выбери пункт add track. Назови его как-нибудь. Далее раскрой список сцен. Выбери первый кадр на новой дорожке, и через файл import add model загрузи препятствия. Если его нет в поле зрения, то поверти камерой. Скорее всего, оно смещено куда-то. Выбери его в списке справа, и перемести ближе к персонажу. Точное место мы выберем позже. Для удобства очень желательно программа для покадрового просмотра видео. У меня это Premiere Pro. Ты можешь использовать любую другую, либо же вообще разбить видео на последовательность картинок и перелистывать их. Поверь, лучше потратить на это немножко времени. Итак, выберем стартовую позицию. Пусть это будет вот этот момент перед прыжком. Выставим персонажа так же, как на видео. Смотри, он собирается прыгать. И так как опора идет на левую ногу, зафиксируем ее. Для этого выдели ее контрол и нажми сочетание клавиш Shift плюс R. Теперь путем выделения и перемещения нужных контролов поставим персонажа так, как нужно. На данном этапе не нужно обращать внимания на то, куда направлены ступни, кисти и куда смотрит голова. Да, это смотрится странно, но все будет исправлено в конце. Сейчас мы анимируем само движение. Итак, дальше. Поставим следующий ключ, например, через 10 кадров. Пока это не важно, все равно потом нужно будет все двигать. И смотрим, как нужно передвинуть модель. Выпрямить опорную ногу, вытянуть руки. Делаем так же. И сейчас самое время придвинуть наш куб. Выделяем его в списке и перемещаем на то место, куда идет прыжок. Дальше ты уже знаешь. Смотрим позу, ставим новый ключевой кадр и двигаем контролы. А вот здесь интереснее. Смотри, здесь нужно провернуться на руке. Для этого поставь контрол руки на куб. Не обращай внимания на то, что кисть проходит сквозь. Это мы исправим позже. Теперь зафиксируй ее на месте нажатием Shift плюс R. Для того, чтобы осью вращения стала кисть, выдели все контролы, кроме нее. И нажми правой кнопкой мыши на контрол кисти. Теперь вращение будет происходить вокруг нее. Все не так уж и сложно, не так ли? Когда необходимо повернуть какую-то часть тела, как в этом случае ноги, то выдели контролы ног и таза и поставь ось вращения на таз. Теперь при выборе инструмента вращения все будет вращаться ровно так, как задумано природой. Здесь ты можешь задуматься. А где же тот искусственный интеллект, который двигает все между ключами? Почему у меня просто меняются позы? Все очень легко. На временной линии выдели рамкой все промежутки между ключевыми кадрами. И развернув список над линией, выбери, например, кривую без Е. Это создаст плавную анимацию, но она нужна не всегда. Часто ты будешь замечать, что какая-то часть тела плывет, хотя ты этого не делал. В таком случае необходимо выбрать линейный тип анимации. Ровно так же, как и в ситуации с рукой, мы делаем на этом повороте. Перед началом вращения выбери ногу, нажми Shift плюс R и крути персонажа вокруг этой точки. Не забывай просматривать результат между ключевыми кадрами. Искусственный интеллект, конечно, мощная вещь, но он не сделает за тебя всю работу. А вот о чем я и говорил. Иногда происходят вот такие странные вещи. Для того, чтобы это исправить, достаточно поставить ключевой кадр там, где это произошло, и слегка подвигать любой из контролов. Программа сама исправит положение персонажа. Иногда, как бы ты ни старался, колени направлены абсолютно не в ту сторону, куда нужно. И это не твоя вина. Просто зайди в режим Point Control Mode, выбери направляющую, и передвинь ее туда, куда необходимо. Вот снова этот баг. Как и до этого, ставим новый ключевой кадр, слегка двигаем любую точку, и все снова хорошо. Если все эти точки мешают тебе просматривать анимацию, перейди в Point Control Mode, выдели все точки и нажми V. Затем еще раз выдели точки для локтей и колен, и снова нажми V. Теперь перед тобой чистая модель. Замечательно, не так ли? Не бойся, все эти точки можно легко вернуть, нажав Alt плюс V, либо перейдя в меню View, Make All Visible. Если тебе, как и мне, сложно передвигать персонажа в воздухе, соблюдая все законы и правила, то тогда сильно помогают призраки. Чтобы их включить, нажми на стрелочку вверху слева и выбери нужный тебе тип. В предыдущем кадре, в следующем, все вместе или настраиваемый, где ты сам выбираешь, сколько кадров до и после будут видны. Субтитры подогнал «Симон» Для того, чтобы отсмотреть анимацию в замедленном воспроизведении, выбери справа сверху вкладку настроек и измени параметр таймфактор на тот, который тебе нужен. 0.5 или 0.3. Это сильно поможет тебе увидеть собственные ошибки. Когда ты поставишь последний ключевой кадр, обязательно просмотри всю анимацию полностью. Ты сразу увидишь, где и что не так. Теперь начинается этап полировки. Здесь можно сидеть настолько долго, насколько тебе хочется. Для начала нужно выставить ключевые кадры на такие расстояния друг от друга, чтобы анимация была максимально плавной и приближенной к реальности. В этом тебе поможет таймфактор, про который я сказал немного раньше. Теперь о том, как выставить ладони, ступни и ноги. Работать будем в Point Control Mode. Выделяя двойным щелчком мыши Control на кисти, мы выделяем и два контрола на ладони. Теперь ты можешь поворачивать ладонь в такую позицию, как тебе нужно. С головой точно такая же ситуация. Дважды кликни по контролу на шее, и у тебя выделится голова, которую ты сможешь вращать как захочешь. Главное не перестарайся. Проблема. В следующем кадре снова нужно двигать и крутить ладонь, чтобы выставить ее точно так же, как в предыдущем. Но нет, все намного проще. Снизу нажми на плюсик слева от надписи Character. Раскройся список. Здесь раскрой список Arms, то есть руки, и увидишь отдельную временную линию для левой и правой руки. С помощью Shift плюс средняя кнопка мыши перетащить тот ключевой кадр, который ты подправил, на следующий ключ. Он заменит собой этот ключ, что упростит тебе задачу. Делай так ровно столько кадров, сколько тебе нужно. С ногами точно такая же ситуация. Выдели верхнюю точку ступни, и тем самым ты выделишь ее всю. Передвинь и поверни их так, чтобы ничего не проходило сквозь объекты, и персонаж твердо стоял на ногах. Здесь точно так же используй фишку с переносом ключевых кадров, только теперь раскрой список Legs. Чтобы прыжок казался реалистичнее, нужно согнуть носок при прыжке. Выдели три точки на носке и нажми R. Не Shift плюс R, как в автопозинге, это важно. Теперь носок остается на месте. Остается поднять пятку, и вуаля, мы оттолкнулись от земли. А теперь я хочу обратиться ко всем эпилептикам. Сейчас будет ускоренный процесс доработки с быстрой сменой кадров. Просьба всех чувствительных к ярким вспышкам на экране закрыть монитор чем-нибудь. На всё про всё у меня ушёл час. Получилась вот такая интересная анимация. А теперь представь, насколько реалистичен может быть результат, если потратить ещё немножко больше времени. Спасибо, что посмотрел это видео. Пиши в комментариях свои мнения и замечания по этому выпуску. А также то, что хотел бы видеть в дальнейшем. Для меня это очень важно. Заходи к нам в телеграм-канал. Смотри новости недели.